Я влюбилась в Оксфорд, я поняла, насколько я счастлива быть студенткой. Изучать Россию как страну, ее культуру, ее историю, экономику и политику для меня был не случайным выбором. Я иногда пропускала лекции и уезжала в Лондон и снималась в фильмах. Мы получили более 60 наград на международных фестивалях, и я получила 8 наград как актриса. Британское общество, оно достаточно классовое до сих пор. То, как вы носите шарф, во многом говорит о вашей соцпринадлежности в Англии. В российских школах учили одевать противогаз, а не то, как держать вилку с ножом. Здравствуйте, меня зовут Анна Даньшина, я живу в Великобритании 9 лет. Я актриса кино и телевидения, и это моя история переезда. Я родилась в Великобритании 9 лет. Я родилась в очень удаленном городе, который называется Тында. Не спрашивайте, где это, потому что очень сложно определить, рядом ничего нет, на такси из Москвы не доедешь. Потом я жила в Петербурге, где я получила вначале философское образование, потом социологическое образование. Я работала в дипломатической сфере, я работала на российское правительство, я работала на международные организации. И в Англию я переехала 9 лет назад. Почему? Потому что я получила стипендию на обучение в Оксфордском университете. Об этом я мечтала много-много лет. И для меня это было большое событие в моей жизни. В Англию я не хотела переезжать, то есть я не планировала мигрировать, но я очень-очень-очень-очень хотела учиться в Оксфорде. Я не хотела учиться в другом месте, я не хотела учиться в Гарварде или в Кембридже. Видимо, это связано с какой-то детской мечтой. И в общем-то мне не нужно было получать еще одно образование, потому что я была достаточно образованным человеком. У меня была очень успешная карьера в России. Я работала, вот последняя моя должность в России, я работала руководителем программ в сфере связи с общественностью посольства Великобритании в Москве. И когда я получила наконец-то стипендию, чтобы учиться в Оксфорде, я думала, ехать не или нет. Потому что мне настолько нравилось жить в Москве, и меня настолько устраивала моя жизнь, она была очень яркая, интересная, у меня было много друзей, у меня была интересная работа. Поэтому тогда, когда моя мечта сбылась, она сбылась с небольшой задержкой. И я на самом деле думала, нужно ли мне все менять. Но, так как я очень люблю приключения, я очень люблю новизну, я решила, лучше, наверное, сделать и пожалеть, чем не сделать и раскаиваться о том, что ты не сделал этот шаг. Я бросила все и поехала в Оксфорд. Я хочу сказать, что, конечно, первое впечатление об Оксфорде у меня было противоречивым. Но, с одной стороны, опять-таки, это была моя мечта, я к ней очень долго стремилась, потому что в Оксфорд случайно попасть нельзя. Очень высокий конкурс, высокий отбор для того, чтобы стать студентом Оксфорда, нужно, скажем так, стараться, иметь достижения, хорошо учиться до этого. Но, когда я приехала в Оксфорд, я немножечко в какой-то момент разочаровалась, потому что я столкнулась с английской действительностью, которую я раньше не знала. Нас встретили очень радушно, потому что в Оксфорде, когда ты приезжаешь, что первая неделя подготовительная, это просто социальная неделя, когда происходит очень много мероприятий для студентов, чтобы их познакомить друг с другом, чтобы их подготовить к социальной жизни. Это очень интересный университет, где не только образование на очень высоком уровне, но еще заботится о социальной стороне, заботится о том, чтобы студентам было комфортно. Поэтому социализироваться изначально было достаточно легко, потому что для этого университет делал все возможное. Поэтому у меня, в принципе, не было проблем с социализацией. Я немножко была разочарована условиями жизни, я могу сказать, потому что, несмотря на то, что мне повезло, я жила в студенческом общежитии, это является самой лучшей, скажем так, формой жизни в Оксфорде, мне показалось, что все такое было замшелое, затертое, грязненькое, везде была черная плесень. Поэтому у меня немножечко была вот именно скованность на уровне каких-то вот бытовых аспектов. И первые несколько недель я ее просто решала каждый день, чтобы почувствовать какой-то, знаете, московский комфорт, к которому я привыкла. Потом я поняла, потом я поняла, что это часть английской жизни, что это не только в студенческом общежитии, что если ты живешь в Англии, и ты живешь в старинном доме, и все очень потерто, и покрыто пылью, и это является красотой, это является традицией, это является частью, скажем так, той уникальной атмосферы английской, которой британцы, можно так сказать, гордятся. И когда я расслабилась по поводу каких-то бытовых вопросов, решила вопросы с едой, где я буду есть, что я буду есть, потому что тоже пришлось привыкать, то я влюбилась в Оксфорд. Я влюбилась в Оксфорд, я поняла, насколько я счастлива быть студенткой. Я стала президентом русского общества Оксфордского университета, мы проводили очень много интересных мероприятий под моим руководством, к нам приезжал Познер, к нам приезжал Кончаловский, и однажды я даже пригласила принца Майкла Кенского. Я помню, я сидела в библиотеке, и я такая думаю, кого бы еще пригласить, кто бы мог сказать что-то интересное о России. И мне хотелось пригласить не только граждан России, но и англичан. Я подумала о принце Майкла Кенском, потому что он знает русский язык, знает российскую культуру очень хорошо, он жил в России. Я решила отправить ему письмо. Я, конечно, не ожидала, что он ответит, и что приедет. То есть это как бы я отправляла, знаете, на деревню к деду. И я получила ответ о том, что принц Майкл Кенский с принцессой с удовольствием приедут и выступят с лекции для членов Русского общества Оксфордского университета. И мы даже организовали для них торжественный ужин. Это был, наверное, один из самых счастливых дней моей жизни, будучи студенткой в Оксфорде, потому что, когда по твоему приглашению приезжает принц, это было для меня какое-то, знаете, особенное ощущение. И я этого никогда не забуду. Я была рада учиться в Оксфорде, и что очень интересно, я училась на программе изучения России и Восточной Европы. Почему? Потому что в моей жизни есть несколько вот таких passions. Я очень люблю свою страну, очень люблю. Я не хотела переезжать из России, и поэтому изучать Россию как страну, ее культуру, ее историю, экономику и политику для меня было не случайным выбором. Потому что в России, Россию не изучают. То есть есть определенные отдельные дисциплины, а чтобы это был какой-то интегрированный курс, и посмотреть на свою страну глазами, скажем так, англичан, глазами международного сообщества, и посмотреть на страну с точки зрения науки, это был уникальный опыт, я хочу сказать. И те знания, которые я почерпнула, они со мной останутся на всю жизнь. Конечно, процедура сдачи экзаменов в Оксфорде, об этом стоит отдельно сказать. Как бы сложно даже описать, через какой стресс ты проходишь, почему. Несмотря на то, что я уже была как бы в том возрасте, когда казалось, ну, привычно уже, знаете, экзамены сдаются не первый раз, и в общем-то, что такого. Но когда ты окружен перфекционистами, скажем так, заучками, чуть ли не от рождения, и когда они все переживают, вот этот вот уровень стресса, который передается от одного человека к другому человеку, он еще усиливается. Поэтому самое главное, это было бы на экзамене просто не умереть, потому что экзамены сдаются раз в году, и если ты их сдал неуспешно, то ты, считай, провалился, и все, и у тебя нет другого шанса. Поэтому если ты экзамен не сдашь достойно, то ты можешь на следующий день вылететь из Оксфорда в буквальном смысле, тебе второй шанс уже не дадут. Поэтому, конечно же, ты стараешься подготовиться к этому процессу. Специально существуют процедуры, когда ты как бы сдаешь, ты приходишь в экзаменную, в те комнаты, где ты будешь потом сдавать экзамены, и ты как бы делаешь такой мок-экзамен, подготовительный экзамен, чтобы потренироваться вообще эту процедуру пройти. Но я помню, когда я сдавала один из экзаменов, несмотря на то, что я пыталась преодолеть свой стресс, у меня парализовало руку в буквальном смысле. Я не могла двигать ручкой. Это был экзамен по экономике, и я очень хорошо знала предмет, то есть у меня не было никаких проблем ответить на вопрос. Видимо, тот уровень стресса, который на тебя накладывается в этот момент, как-то, видимо, меня замкнуло. Я сижу вот в этих экзаменационных комнатах и думаю, ну все, все пропало, что делать. Ручка не двигается, то есть вот она как-то, она протыкает бумагу, и все, и образуется дырка, а дальше уже ничего. И вы знаете, я вспомнила фразу, которую нам говорил профессор по философии, когда я получала еще первое философское образование. И он это говорил в шутку. Если ты не можешь сказать, то станцуй. Ну то есть некоторые люди говорят, я все знаю, я просто выразить не могу это достойно. И он как бы шутил. Но если ты не можешь сказать, то попробуй ты станцевать. И я, вы знаете, я просто стала рисовать. Потому что когда ты рисуешь, то тебе не нужно вот эту вот мелкую моторику задействовать. Ты как бы, вот я какие-то стала схемы рисовать, хотя это был письменный экзамен. И благодаря этому каким-то картинкам, чуть ли не как комиксы, я отвечала на вопрос в такой форме. И у меня как-то прошел стресс, и рука стала нормально функционировать, поэтому помимо картинок я еще добавила несколько слов. Конечно же, я не спала много-много дней, потому что я думала, что я экзамен завалила, и вообще это кошмар. Я получила оценку с отличием. Вот, и я на всю жизнь запомнила, опять-таки это как урок, что всегда можно найти выход из даже самой сложной ситуации. Даже когда ты сидишь и думаешь, что все, конец, но все равно можно найти какой-то особенный выход. Было очень много, знаете, Оксфорд, это традиционное учебное заведение, где сохранилось много уникальных, можно так сказать, обрядов. Вот, например, когда ты сдаешь экзамен, первый экзамен, ты должен, во-первых, ты сдаешь экзамены в мантии, это обязательно. И если ты забудешь какой-то атрибут или не оденешь то, что входит вот в этот как бы костюм, то тебя могут не допустить в организационные комнаты. И все студенты, они вот одевают эти красивые мантии и идут сдавать экзамены. И нужно, чтобы, допустим, первый экзамен у тебя была в петличке белая гвоздика, второй экзамен ты сдаешь розовая гвоздика, а последний экзамен ты сдаешь у тебя ярко-красная гвоздика. Причем эти гвоздики, когда ты покупаешь, ты должен обменяться с друзьями, то есть ты не можешь сам себе купить эти гвоздики, то есть это определенный такой обряд, процедура. И на самом деле это создает такой, знаете, особенный колорит, какие-то дополнительные ощущения, воспоминания. Конечно, когда ты думаешь о том, что тебе нужно еще гвоздики где-то купить, помимо всего остального. Но потом ты вспоминаешь это с радостью и с каким-то волнением. И когда ты идешь вот в экзаменационные комнаты и выходишь из них с таким особенным ощущением сделанного дела. Конечно же, Оксфорд это не только учеба, это еще и социальная жизнь, причем достаточно бурная, которая включает романтические отношения. В Оксфорде очень много проводится балов, и это называется БОП, Big Open Party. Это вечеринка, на которую могут прийти все студенты из Оксфорда. И наш колледж опять-таки славился самыми большими и яркими вот этими вечеринками, потому что у нас были для этого, скажем так, пространства достаточно большие, где могли собраться сотни людей. И эти вечеринки знаменитые, скажем так, они иногда заканчивались, конечно, какими-то казусными историями. Но опять-таки это добавляло вот такой яркости, красоты и создавали вот в моей жизни не просто как бы научные воспоминания, связанные с приобретением новых знаний, но еще, конечно, уникальные жизненные события, дружбу, опять-таки романтические отношения. Потому что многие из студентов переженились, я хочу сказать, в нашем колледже у нас уже создалось несколько семей, у многих уже даже детки родились. И опять-таки вот я говорю, Оксфорд, он не только и не столько это научная жизнь, это карьера, но еще и очень интересная социальная жизнь, которую я была счастлива прожить два года. Когда я закончила Оксфорд, то я, конечно же, хотела вернуться в Россию и продолжить свою карьеру в дипломатической международных отношениях среде. Потому что вообще моя цель была работать в ООН на какой-нибудь высокой должности, где можно было сделать какой-то, знаете, существенный вклад в мир во всем мире. То есть вот я помню, почему я хотела учиться в Оксфорде и как я видела свою жизнь, я очень хотела, чтобы этот мир поменялся к лучшему. И я себя видела как человеком, у которого было желание и энергия привнести что-то хорошее в этот мир. Но я хочу сказать, что в какой-то момент я разочаровалась в международных организациях, потому что я поняла, что они, наверное, может быть, не всегда имеют возможность влиять на международную политику. И вообще политика не самое, скажем так, бывает благородное дело, если уж так сказать. Потом случилось событие в моей жизни, я познакомилась со своим будущим мужем, с которым мы уже живем 7 лет, мы замужем 7 лет. И в связи с этим мои планы изменились, потому что мой муж британец, и из-за того, что мы поженились, я осталась жить в Великобритании. Я не думала, что у меня муж будет иностранец, и я не планировала, опять-таки, быть мигрантом, скажем так. Я себя так и не ощущаю до сих пор. Я, когда вышла замуж, очень много поменялось в моей жизни, и моя угасающая страсть стать актрисой снова ко мне вернулась. Потому что я хочу сказать, что я мечтала быть актрисой еще когда была в школе, но так как я еще хотела быть дипломатом, то как-то все это вместе не совмещалось. А когда я училась в Оксфорде, я очень часто убегала, чтобы принять участие в различных проектах, связанных с киноиндустрией. То есть я настолько любила камеру, что даже принимала участие как актер массовки. Это было ужасно, конечно, тяжело в том плане, что это были, ну, не всегда, как бы так, приемлемые условия. Но я настолько это любила, что я иногда пропускала лекции и уезжала в Лондон и снималась в фильмах. Я даже помню, один раз мне пришлось пропустить семинар по международной политике. И фильм, в котором я принимала участие, назывался «Kick ass to». Я не могла признаться профессору о том, что я снималась в этом фильме, потому что сказать британскому профессору про «kick ass to», как это по-русски звучит, там, «стукнуть по попе» или что-то такое, я не могла. Поэтому я помню этот момент, когда мне приходилось оправдываться, почему я пропустила семинар. И я, конечно, не находила нужных слов, потому что я боялась, что меня не так поймут. И когда я вышла замуж, я решила, что, наверное, если мне так хотелось попробовать себя в творчестве, что, наверное, пришло время. И опять-таки, как это было с Оксфордом, что если есть какая-то мечта, нужно стремиться ее реализовать. И всегда проще, наверное, разочароваться, чем жалеть, что ты ничего не сделал. Произошло то, что я поступила в одну из ведущих школ актерского мастерства в мире. Причем поступила я практически случайно. Я вообще не знала, что это за образовательное учреждение. У них до сих пор, они принимали на курс, поэтому я подала. Я выучила монолог в течение недели. Я туда пришла, я понятия не имела, что это за университет. Если бы я знала рейтинг, уровень, я бы, конечно, провалила все экзамены от волнения. А так я как бы пришла, прочла монолог. Меня пригласили на второй тур. Я как бы даже думала, ну ладно, схожу. Я даже мужа не сказала об этом. Пришла на второй тур, достаточно сложный был второй тур. Ну и забыла. И через две недели мне приходит приглашение о том, что мы вас берем к себе на курс. Причем обычно студентов берут как бы с условием, как сказать, если еще идет набор, то их берут как бы с условием того, если они не найдут, может быть, кого-то еще лучше. То есть они до сих пор продолжают отбор. А мне дали приглашение, безусловно, скажем так, что мы вас точно берем. Вот кого-то мы, может, еще сомневаемся, а вас берем. Я решила, ну, наверное, какая-то такая, знаете, школа слабенькая. Ну, посмотрим. В учреждении закончили очень многие известные актеры, такие как Пирс Броснен, Том Харди. Очень много звезд современного кинематографа, они были студентами этой школы. И всего на курсе было 12 человек. Поэтому я не могла отклонить это предложение. Я решила, ну, может быть, это судьба? И я на самом деле посвятила себя актерской карьере со всей страстью, которая во мне была. Вот творческая, нереализованная. И я поняла, что мне настолько нравится то, что я делаю. Притом не то, что когда тебе нравится то, что ты делаешь, то даже результат тебя не очень интересует. Потому что мы всегда работаем на результат обычно, да? То есть мы хотим, например, работать, чтобы получить много денег, или, например, чтобы тебя похвалили, или чтобы ты чего-то достиг. А вот у меня, например, вот в актерской карьере, у меня... Ну, конечно, мне хочется что-то достигать, да? Мне нравится, когда людям нравится то, что я делаю. Это понятно. Но мне самой настолько это нравится, что мне, в принципе... Я не могу сказать по барабану, но мне, в принципе, второстепенно. Я когда смотрю фильм со своим участием, это здорово. Но, в принципе, самое главное, это быть на съемочной площадке и жить вот жизнью своего персонажа. И больше, в принципе, ничего не надо. И когда я помню, я закончила это учебное заведение, и мой первый фильм, который называется «Любовь возможна». Это был первый мой художественный фильм, где я играла главную роль. Мы получили более 60 наград на международных фестивалях. И я получила 8 наград как актриса. И я помню, когда я получила первую награду, в основном они были в Америке, фестивали американские, я решила, что это какая-то шутка нашего продюсера и режиссера, когда они мне отправили информацию. Я решила, что это было 1 апреля или просто суббота, потому что это комедия, и у нас режиссер достаточно веселый. Было два режиссера, Че Грант и Майкл Бакалини. Они такие, с юмором. И я решила, что это просто очередной какой-то прикол с их стороны. И когда награды просто буквально посыпались на нас, буквально посыпались, то есть мы каждую неделю получали одну или две награды с разных фестивалей. И даже мне удалось поездить по этим фестивалям в Америке, быть на сцене с ведущими актерами, с мировыми звездами, получать награды в уникальных местах, очень знаменитых кинотеатрах, где выступали, я не знаю, Мерлин Монро и так далее. Для меня это было какое-то, знаете, ну я не знаю, как будто это была не я. То есть у меня были вот такие моменты, когда я смотрела на все это, я совершенно не верила, что это происходит со мной. Фильм, кстати, вышел в Англии недавно. Он вначале вышел в Америке, в Канаде, и буквально месяц назад он вышел в Англии. Пока до России он не дошел, в официальном, скажем так, просмотре, а не официальный, я не очень рекомендую смотреть, но я надеюсь, что, может быть, когда-нибудь его переведут на русский язык, и он будет доступен российскому зрителю. Это был уникальный для меня опыт, это был первый опыт главной роли. Я была просто благодарна жизни за то, что он у меня состоялся. У меня был достаточно плавный переход от окончания студенческой жизни до начала жизни уже профессиональной, как актрисы. Меня нашел агент, профессиональный агент, актерский агент тогда, когда я еще была студенткой. И поэтому, как только я закончила свое образование, я могла уже сниматься в проектах, и у меня был профессиональный агент, который помогал мне находить роли. Что касается работы профессионального актера в Великобритании, это очень сложная карьера. Конкуренция в Великобритании среди актеров очень высокая. Она гораздо выше, чем в России. Количество актеров, которые присутствуют на рынке труда, их гораздо больше. Актерам не нужно учиться так долго, и существует гораздо больше учебных заведений, которые выпускают актеров. И здесь нет ограничений по возрасту, когда ты можешь стать актером. И благодаря вот этому такому либеральному, можно так сказать, подходу к тому, чтобы прийти в эту карьеру, актеров очень много становится. Но они должны друг с другом конкурировать. Поэтому, наверное, чтобы получить достойную роль в Англии, нужно, наверное, работать гораздо больше, я бы сказала, чем это происходит во многих других странах, включая Россию. Дальше. Чем отличается актерская жизнь в Англии от актерской жизни в России? В Англии нет репортуарных театров. Что это значит? Это значит, что у тебя никогда нет постоянной работы. Никогда. Как актер, ты всегда, тебя нанимают под конкретный проект. Ты никогда не прикреплен ни к одному театру. Ты не знаешь, что тебя ждет завтра. У тебя нет постоянной, допустим, работы, зарплаты, отпуска. У тебя очень все непредсказуемое. То есть каждый раз ты проходишь собеседование, как на новую работу. Я очень много играла в театре, но потом я решила сфокусироваться все-таки на кинопроектах, потому что мне безумно нравится играть в театре, но я поняла, что я, наверное, все равно люблю больше фильмы и сериалы, и как-то вижу себя в большей степени как актрису кино и телевидения. Я проходила обучение как актриса в образовательном учреждении, очень известном, который называется Drama Center London. Это часть Университета искусств Лондона. И сам непосредственно корпус, где находилась моя школа, называется Central Saint Martins. Это будет отделение Университета искусств в Лондоне. Я хочу сказать, что это уникальное учебное заведение. Почему? Потому что оно известно... Там были студенты из разных направлений. То есть наша драматическая школа непосредственно была там, но еще там было очень много студентов, которые изучали моду, дизайн, дизайн одежды, архитектуру. И, наверное, это самое известное также в мире учебное заведение для дизайнеров модной одежды. Такие известные дизайнеры, как Александр Маккуин, вышли из этого образовательного учреждения. И также там учатся художники современные. Поэтому каждый год является очень крупным событием. выпускные работы художников и дизайнеров, как вот фэшн-шоу, туда вот в буквальном смысле слетаются люди со всего мира, потому что это кузница будущего в модной индустрии и вот в индустрии современного искусства. И то же самое касается и вот нашей школы драматического мастерства, потому что, опять-таки, ожидания существуют в обществе того, что будут выпускаться будущие звезды. Поэтому, конечно же, было очень много, вот, скажем так, ну не то, что давления, но вот ожидания от тебя, как студента этого образовательного учреждения, о том, чтобы ты, скажем, держал имя этой школы и был в дальнейшем успешным актером. Учиться было, честно вам хочу сказать, тяжело. При том, что я закончила Оксфорд и я понимаю, что значит, скажем так, работать больше, чем ты можешь. Я знаю, что это значит, да, то есть я человек, который, у которого богатый жизненный опыт, и который способен на многое. Но, несмотря на это, я поняла, насколько вот этот курс был интенсивный. То есть мы учились с 8 утра, где-то до 9 вечера, большинство дней. Мы учились, включая субботу, и у нас практически не было каникул. То есть у нас за все время было где-то, наверное, в общей сложности, три недели каникул, вот за полтора, там, два года, сколько-то. Но, конечно, такую подготовку пройти, это стоило того. И многое то, что мы изучали, и те методы по Станиславскому, и европейских, и американских, скажем так, учителей, они мне, конечно, помогали в моей карьере. Хотя вот я хочу сказать честно, я считаю, что нельзя научить актера играть. Может быть, меня многие возненавидят за этот комментарий, но я хочу сказать, что либо ты родился актером, либо ты им не родился. Если ты им не родился, конечно, если ты будешь, с тобой будут работать режиссеры, потому что вот я вижу, допустим, многие знаменитые там певцы и другие там известные люди, они иногда их снимают в проектах, но заметна иной раз, да, разница между актером, который играет от души талантливым, человеком, который вот, может быть, с ним долго работали и так далее. Я никому не хочу обидеть, но сколько бы ты ни учился, все равно, если ты не родился актером, я не думаю, что ты можешь им стать. Я считаю, что моя подготовка, она для меня была важна, но все равно я считаю, что я, видимо, на роду мне написано было стать актрисой. И если бы я даже не училась в этом образовательном учреждении, я бы, наверное, все равно, так или иначе, стала актрисой. Я, значит, живу в Англии достаточно давно, уже, получается, около 9 лет, чувствуя себя достаточно комфортно. Прошло время адаптации, хотя, опять, как я уже раньше говорила, для меня это был несложный процесс, потому что я взаимодействовала с британской культурой до этого, работая в британском посольстве. Но очень интересно, я много узнала об Англии того, чего я не знала, и, возможно, никогда не узнала, не будучи здесь непосредственно. Потому что, когда люди приезжают, они не всегда, как бы, замечают некоторые вещи, которые являются частью британского общества, но ты только их можешь понять и принять, или как-то связать с собой, если ты здесь живешь достаточно долго. Например, нужно понимать, что британское общество, оно достаточно классовое до сих пор. У каждого класса существует своя субкультура. Вот, допустим, есть субкультура рабочего класса, субкультура среднего класса, субкультура более высшего класса. И зависит от того, какой у тебя образ жизни, и с кем ты общаешься. И у каждого класса есть свои определенные привычки. И это касается и то, как люди одеваются, то, что люди едят. Вот, например, то, как вы носите шарф, во многом говорит о вашей соцпринадлежности в Англии. Во многих странах такого не существует. Например, в России. Кто знает, кто как носит шарф? Или, например, как вы пьете чай? В Англии, если вы пьете чай с сахаром и без молока, в особенности, то это значит, вы в основном, значит, вы из рабочего класса. Это называется Builder's Day. Как бы чай строителей. И здесь не надо, как бы, судить это общество. И я об этом рассказываю не с точки зрения, хорошо это или плохо. Это просто существует. То же самое я помню, когда я еще не была замужем, была студенткой. И если тебе назначают свидание, например, британский молодой человек, он очень часто спрашивал, чем занимаются мои родители. А я не могла понять, почему один из первых вопросов, которые мне задают, это вопрос о том, чем занимаются мои родители. Вроде как бы я уже совершеннолетняя, поэтому лучше спросить, чем занимаюсь я. Но на самом деле все очень просто. О том, чем занимаются, опять-таки, ваши родители, можно судить, к какому вы классу относитесь. А в Англии межклассовых браков очень мало. То есть люди предпочитают жениться, выходить замуж с представителями одной субкультуры. И очень мало межклассовой, как бы, миграции. Но когда ты тут живешь долгое время, ты начинаешь в этом разбираться. И, конечно же, тогда тебе гораздо проще с людьми находить общий язык. Можно, наверное, готовить себя, да, вот если вы хотите переехать в Англию, посещать, наверное, какие-то классы по этикету, где, может быть, научиться столовому этикету. Потому что я понимаю, например, в российских школах учили одевать противогаз, а не то, как держать вилку с ножом. Но во многих британских семьях, если вы неправильно держите вилку с ножом, опять-таки, на вас могут неправильно, скажем так, посмотреть. И это не обязательно, что вам сделают замечание. Вам замечание могут не сделать. Но это немножечко вас отдалит. То есть, да, люди будут думать о том, что вы не вписываетесь. И такие маленькие, кажется, моменты, они для британцев очень значительные. И я, вовсе, не пропагандирую о том, что вы должны одеваться и вести себя так, как вы не хотите. Я просто говорю о том, что есть некоторые, допустим, обычаи, традиции вот в британских субкультурах, о которых вы можете просто не знать. Но лучше иной раз поинтересоваться. Благодаря тому, что я живу здесь уже много лет, я очень много узнала и очень многое поняла. И поэтому теперь, возможно, мне стало гораздо проще, легче и спокойнее находиться в другой стране. Но, конечно же, это приходит не в один день. Я не могу точно сказать, как изменила меня Англия, потому что человек меняется на протяжении всей своей жизни. Не всегда страна тебя меняет, то есть ты можешь меняться сам вне зависимости от обстоятельств. Но, наверное, чему меня научила Англия? Во-первых, здесь немножечко другая корпоративная культура. Вот здесь я могу сказать несколько слов. Вообще для англичан не принято выражать свои эмоции в особенности на рабочем месте. Здесь очень мало кто повышает голос на рабочем месте. И для британского джентльмена или британской леди это считается, опять-таки, проявлением какой-то низкой культуры. И это создает во многом ощущение комфорта на рабочем месте, потому что, особенно в творческих профессиях, где, допустим, в России почему-то так принято, что режиссеры очень часто, скажем так, повышают голос на актеров и иногда иной раз позволяют себе какие-то критические высказывания, которые, в общем-то, недопустимы на рабочем месте. Здесь я никогда с этим не сталкивалась. Вот честно, вот за протяжение всей своей, я бы сказала, уже долгой жизни в Англии я никогда не встречала, чтобы кто-то на рабочем месте или, допустим, в университете накричал и повысил голос или как-то кого-то обидело открыто. Такого нет. Во-вторых, я стала по-другому относиться к гендерным взаимоотношениям. Вот что мне кажется, наверное, здесь мне гораздо комфортнее, чем было раньше. Это взаимоотношения между мужчиной и женщиной. Потому что, на мой взгляд, здесь нет такого кардинального разделения на роли. То есть нет такого ощущения, что женщина, она всегда должна быть, допустим, красивой, сексуальной, доброй, умной и хотеть выйти замуж каждый день своей жизни. И если она не замужем, то значит, ее жизнь не состоялась. Здесь нет такого требования. Конечно, каждый по-разному воспринимает, но мне кажется, что многие российские девушки, женщины все время сталкиваются с вот этим вот давлением общественным. Что если ты еще не замужем, а тебе уже там 25 лет, а если тебе 30, а если тебе за 30, то вообще жизнь не удалась. В Европе и в Англии это так не воспринимается. Во-вторых, в принципе, гораздо проще, наверное, мне кажется, выстраивать семейные отношения здесь. Вот мне гораздо проще, несмотря на то, что муж британец, мне очень просто с ним, потому что нет какого-то ожидания, что я должна быть великолепной домохозяйкой, я должна делать то-то-то-то. То есть нет таких сильных требований. То же самое, я считаю, нет такого требования и к мужчинам в том числе, что мужчина, вот он должен быть супермен, что он должен быть такой брутальный, а если он не такой, то значит он полный чмо. Здесь нет такого, поэтому мужчинам тоже легче жить. Потому что есть разные для мужчин тоже возможности. Можно быть хорошим отцом, а не только суперменом, можно быть хорошим гражданином своей страны и так далее. То есть я вообще считаю, что из-за вот таких, из-за этого разделения между ролями мужчины и женщины российское общество не выигрывает в настоящий момент. Я работала тележурналистом-менеджером в телевизионной программе, которая называется «Петербургский курьер», в которой ведущим был Иван Ургант. Это было в каком-то лысом году, давным-давно, и для известного в России ведущего Ивана Урганта. Это тоже была первая телевизионная скажем так, работа. На самом деле Баттерси парк, потому что он находится недалеко от моего дома. Я живу в районе Челси-Харбор. И я просто люблю там гулять, потому что это недалеко от дома. Он достаточно большой. Там есть озеро, где много птиц. Там есть хорошее кафе, где можно попить чаю, если ты устал. А там очень приятно. И иногда даже проводят какие-то интересные события. Челси. Челси. Вообще, у меня любимая книга «Мастер и Маргарита». Я ее, мне кажется, читала раза четыре или пять. То есть я ее постоянно перечитываю в какие-то периоды своей жизни. А сейчас, на самом деле, я читаю несколько книг. Одна из которых художественная, это Стивен Кинг. Книга называется «The Long Walk». Я ее не читаю, я ее прослушиваю как аудиокнигу. Когда я, допустим, что-то делаю одновременно, и я очень люблю Стивена Кинга, я читаю его с детства. Джулиан Майклс «Фитнес Апп». Это гениальное приложение. Это она американка. Всем советую. Второе приложение называется «Down Dog». Это приложение для занятий йоги. Опять-таки, всем рекомендую. Можно заниматься йогой любим видом дома, столько, сколько угодно, создавать параметры, 30 минут, час, полтора, выбирать голос. В общем, просто гениальное приложение. А третье приложение, которое я очень люблю, называется «Line Learner». Оно для актеров, которым нужно учить сценарий. Очень удобно, потому что можно записать голос в диалоге, то есть человека, с которым ты будешь потом разговаривать. И просто учить в диалоге свой текст. На самом деле, честно, любимый ресторан так сложилось, что это ресторан «Мариванна», ресторан русской кухни. Наверное, это не случайно, потому что, естественно, я скучаю по России, я люблю русскую кухню, мой муж тоже очень любит российскую кухню. И мы часто ходим в ресторан «Мариванна», мы дважды там исправляли Новый год, замечательный, настоящий Новый год с Дедом Морозом с Снегурочкой, с призами, с розыгрышами, с речью президента, с вот этой атмосферой, которую с детства ты любишь, вот этот восторг новогодний. Они передают эту атмосферу, так что большое им спасибо. Насчет... Я очень люблю ходить в Граучо-клуб, это закрытый клуб, который в основном популярен среди творческой среды, он находится в Сохо. Это просто такое заведение, в которое можно прийти, хоть, знаете, в купальнике в пятницу, и многие так и ходят, и можно встретить очень известных актеров, режиссеров, пообщаться с ними в неформальной атмосфере, поэтому это одно из моих любимейших мест. Называется «Hunt for the Wilder People». Этот фильм, ему уже несколько лет, известного режиссера, теперь известного, правильно его никогда не могу произнести, но что-то типа Таики Вакики, он снял известный фильм «Roger Rabbit», недавно, который вышел, по-моему, два года назад. Фильм советую всем, я так не смеялась никогда в жизни, я не смеялась, я просто рыдала от смеха. Мы с мужем вышли из кинотеатра, из кинотеатра, посмотрев этот фильм, мы просто были обновленные люди. Это смешной, гениальный фильм с новыми, до того неизвестными актерами, некоторыми, которые играли просто великолепно, и я на всю жизнь запомнила этот фильм, и всем рекомендую посмотреть, кто его не знает. Любимый сериал? Я вообще люблю ситкомы, американские, вот это то, что я могу смотреть день ото дня, всегда. Наверное, мой самый любимый это The Bing Bang Theory, Fraser, я также люблю The American Dead, это анимационный сериал. Sorry. Я считаю, что если вы живете в Англии, вам нужно почаще говорить это слово, даже в тех ситуациях, когда не предполагается никакого извинения, например, вам наступили на ногу, но вы тем не менее говорите sorry, потому что это просто закон вежливости. Любимый город? Я люблю Москву, Лос-Анджелес и Лондон. В Лондоне я живу, это мой дом, здесь великолепная культура, это мировой хаб культурный, здесь великолепный театр, музыка. В Москве я люблю энергетику, во-вторых, это моя страна, я люблю людей, я люблю вот этот вот драйв московский, даже какой-то риск, который присутствует в воздухе. В Москве мне никогда не хочется спать, а Лос-Анджелес это город, в котором присутствует все, и есть и океан, и солнце, и Голливуд, и удивительные люди, которых ты можешь просто встретить на улице по случайности, поэтому это такой, знаете, город-мечта, я когда попадаю в Лос-Анджелесу, у меня в буквальном смысле вырастают крылья. Знаете, на самом деле очень часто интеграция начинается с того, чтобы вы обрели комфорт на новом месте, и под этим подразумевается, например, что вы будете кушать, где вы будете кушать, когда, чтобы у вас не было проблем, например, с питанием. Если вы привыкли заниматься спортом, обязательно найдите себе тренажерный зал или место, где вы будете бегать по утрам. То же самое вы подумайте о том, что вы будете одевать, потому что в Англии температурный режим совершенно другой, иной раз разница между температурой внутри помещения и снаружи одна и та же. Поэтому вам нужно думать о вашем огражденном с точки зрения удобства, и когда вы решите вот эти все бытовые аспекты, будете знать, что почтовая почта находится там, кто ваш будет терапевт. Самое главное решить вот эти глобальные вопросы с образом жизни, к которым вы привыкли ранее, а потом уже пытаться интегрироваться в общество. Потому что очень многие расстраиваются и злятся на людей, а на самом деле может быть у них просто не хватает витамин, потому что они поменяли что-то в своем питании, им некомфортно. Или они набрали вес из-за того, что они бросили спортзал. Потом максимально решите вопрос с вашим образом жизни, чтобы он был похож на тот, к которому вы привыкли, чтобы вам было комфортно. А дальше социальная интеграция, она будет развиваться очень успешно, я уверена. Спасибо большое за то, что вы посмотрели мою историю переезда. Я очень рада, что вы уделили мне внимание. Конечно же, мне не удалось рассказать обо всем, что мне хотелось вам рассказать, но я буду очень рада ответить на ваши вопросы по поводу Оксфорда, по поводу карьеры актера Великобритании, может быть, какие-то еще вопросы по поводу успешной интеграции, так что пишите, буду рада ответить на ваши вопросы. О моей проекты вы можете познакомиться опять-таки по ссылкам, это один из новых фильмов, называется «Любовь, возможно, романтическая комедия», где я играла главную роль, это фильм «Прорыв» с Руткером Хауром, который вышел в прошлом году в Великобритании, «Парни из Бромли», опять-таки комедия про футбол очень интересная и другие проекты, в которых я играла. Буду очень рада, если они вам понравятся. Спасибо вам большое, до новых встреч, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин